Иногда континентальные плиты врезаются в океанические, иногда океанические сталкиваются с океаническими, а иногда они просто трутся друг от друга, как корабли, соприкоснувшиеся в ночи бортами. И все это создает рельеф, уникальный, удивительный и неповторимый, как гора Эверест. Когда более легкие континентальные плиты наползают на тяжелые океанические, последние устремляются вниз. В этих местах образуются самые глубокие океанические впадины. Давайте снова осушим моря и взглянем на Тихий океан в районе Южной Америки. Здесь океаническая плита Наска подминается под континентальную часть южноамериканской плиты. В свою очередь, более легкая южноамериканская плита устремляется вверх, создавая величественные анды, хребет континента. Это опасный хребет. Здесь гремят страшные силы землетрясения и извергаются вулканы. В некоторых местах океанические плиты, естественно, сталкиваются и между собой. Они увлекают друг друга вниз, и этот страстный танец рождает разрушительное землетрясение. Марианская впадина, параллельная гряди Марианских островов, например, образовалась в том месте, где быстро движущаяся Тихоокеанская плита сталкивается с более медлительной Филиппинской. Впадина Челленджер в южном конце Марианского жёлоба уходит в земную кору так глубоко, что в неё без труда можно поместить гору Эверест. Здесь рождаются и вулканы. Миллионы лет извергающаяся лава формировала горы на дне океана, до тех пор, пока она не добиралась до поверхности и не превращалась в остров. Такие вулканы обычно располагаются группами, так называемыми островными дугами. В результате сложного тектонического взаимодействия Тихоокеанской плиты и её соседей образовалось так называемое огненное кольцо. И это не шутка. Кольцо трясётся и взрывается. На Яве, Филиппинах, в Японии и России. Грохочет на Алиутских островах и Аляске, а потом резко поворачивает на юг и проходит вдоль западного побережья Северной, Центральной и Южной Америки. Разрушительные землетрясения, вулканы и цунами – все они чувствуют себя в этом кольце, как дома.